Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал довольно интересное заявление, которое мне хотелось бы с вами обсудить. Значит, собственно говоря, вот что за заявление. Тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться. Иными словами, Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста или журналистки относительно того, что уехавшие люди, как быть, какие-то дополнительные меры ответственности, заявил о том, что уехавшие граждане, они уехали каждый по своей причине, но нам нужно стремиться к тому, чтобы построить таким образом жизнь в России, чтобы уехавшие, они хотели вернуться обратно в Россию. Чтобы, ну, понятен, посыл его понятен, да, то есть настолько привлекательная и комфортная жизнь была, чтобы люди хотели сюда приехать, вернуться. Значит, друзья, я вот что по этому поводу думаю. Посыл-то, в общем-то, верный, правильно ведь, когда люди возвращаются не под угрозой наказания или еще чего-то подобного, а люди возвращаются, потому что они понимают, что жизнь безопасная, комфортная, сытая, и поэтому едут. Вот, иными словами, решены проблемы социальные, экономические и так далее. Другое дело, что в свете сейчас событий, которые происходят, вы понимаете, дело в том, что те люди, которые уехали, уезжали, вы знаете, там люди, которые, во-первых, имели деньги уехать, уезжали публичные люди, огромное количество артистов разных уехало, мы о многих говорим с вами. А многие пошли добровольцами, многие помогают, например, там, не знаю, играют в театрах и просветительскую деятельность ведут по подъему патриотических настроений среди населения. И вы понимаете, дело все в том, что сейчас, я считаю, не очень правильно, вот по отношению, то есть, Песков говорит, тот, кто не скатился, так сказать, по отношению, там, ну, вот, совсем, там, говорить лютые вещи, извините за выражение тогда, о нашей стране. Но это уже, я считаю, своего рода нормы УК должны применяться. А те люди, которые уехали, говорить о том, что государство должно специально что-то сделать, чтобы они вернулись, вы знаете, так многие уехали не от того, что, так сказать, здесь жизнь для них плохая, они уехали потому, что они всегда при хорошей жизни не относились к России, как к родине, понимаете? Поэтому им любую создать, понимаете, они же, где попы, вот, теплее, где попы теплее, там и они. Естественно, если вы им здесь сделаете теплее, они здесь будут. Более того, хочу сказать, для этого даже делать ничего не надо. Когда все закончится, для них тут по-любому будет попа теплее, потому что они здесь эти деньги и заработали, на которые они смогли вообще отсюда уехать. Достаточно, чем всему закончится, они караваном сюда потянутся все. И те, кто уехал в средний класс, и публичные люди, которых мы там с вами обсуждаем, осуждаем, и все подряд, потому что они понимают, что таких денег они нигде не заработают. Те, кто наговорил там, продолжая националистические речевки, фейки про армию, это понятно, они понесут ответственность. Но вопрос в другом. Я тут вот с одной стороны посыл понимаю его, о чем он говорит, да, сделать, решить много проблем, чтобы люди хотели приехать. Но опять-таки, еще раз говорю, люди здесь жили и уехали не потому, что им плохо жилось. Уехали как раз те, кому жилось неплохо, а хорошо. Ибо у них есть деньги купить там недвижимость за рубежом. Вообще, в принципе, у кого-то уже есть она, эта недвижимость. Есть деньги, в принципе, на то, чтобы уехать. Некоторых денег нет на билет на самолет, понимаете? Кто хочет, я имею в виду, уехать. Но есть те люди, у которых есть деньги, но они никуда не собираются ехать. Вот мне пишут, писали там, да, чего вы обсуждаете, у вас были бы, так сказать, возможности, вы бы уехали. У меня с первого дня есть возможность. Еще до этого возможности были у меня уехать за границу. Это, в принципе, там колоссальных каких-то средств не надо для того, чтобы, не знаю, там, какой-то купить маломальскую недвижимость, там, не знаю, двушку в Турции какую-то. И, в принципе, вы можете получить ВНЖ и жить, в общем-то, да. Вопрос в другом, в том, что я не уезжаю по одной простой причине. Я живу в России. Вы знаете, когда вот я об этом думал, вообще, в принципе, о всей ситуации, о том, что мы говорим о тех, кто уехал, я понимаю, что я воспитывался на примерах огромного количества дедов-прадедов, там, Великую Отечественную, да. В принципе, вот, может быть, в плане социального, экономического, Россия где-то что-то, но, в принципе, величие страны, понимаете, оно вот... И потом ты представишь, ты будешь жить где-нибудь, не знаю, я не говорю, что Турция плохая страна, замечательная страна, любая другая страна замечательная по-своему, свои плюсы и минусы. Я просто вот на примере говорю. Ты будешь жить... Я просто не представляю себя после России, живущей в каком-то другом государстве, на постоянной основе, я имею в виду, да. Я хочу, чтобы мои дети выросли в России с таким же точно отношением к действительности, да, что это Россия, великая страна. Ну, пусть не решены какие-то социальные еще, и там... Это Россия всегда были такие моменты, потому что это очень большая территориальная страна. И поэтому, все-таки, мне кажется, нужно обращать внимание здесь на тот факт, что люди должны приезжать не потому, что хорошие условия проживания, так вот в том-то и здесь загвоздка этого высказывания Пескова, что только плохо станет что-то или сложно, они тут же все на выход. Они должны жить, чтобы они любили Родину. А для этого нужно не создать условия, чтобы они хотели вернуться, а сделать так, воспитывая подрастающее поколение, работая с молодежью, чтобы у них не возникло мысли уехать. Вот корень. Не сделать так, чтобы они вернулись, а сделать так, чтобы не захотелось уезжать даже в сложное время. Вот как. Это можно сравнить, я не знаю, с чем там. Ну, семья там, муж уходит, там что-то сложное, там жена случилась. Просто можно сделать так, хорошо сделать, чтобы вернулся или вернулась. А можно сделать так, человек такой будет внутри, такую ответственность чувствовать перед семьей, что он просто не захочет уходить. Или внутренняя ответственность ему не позволит это сделать. И таким образом семья переживет сложное время. У нас сейчас разводов дохренища. Очень много разводов, да? Почему? Потому что молодое поколение опять-таки воспитано. Что по отношению к Родине они уезжают, что по отношению... То есть круто отдыхать за границей, не круто в России. Я тоже говорил про Крым, говорил, критиковал. Я сейчас скажу, что нужно развивать и там это... Но это отношение другое дело, понимаете? То же самое ответственность семья, муж, жена. Поженились, никакой ответственности никого нет. Первые трудные времена, все. Так же с Родины. Первые трудные времена на выход. Здесь первые трудные времена, все, дверью хлопнула, все. Она осталась с ребенком одна, или она ушла, если такое ребенка забрала. А вопрос в том, как люди воспитаны. Есть у них внутренняя ответственность. Пережить сложное время, понимая, что семья создана, это ответственность. Родина, ты родился здесь, ты живешь. Понимаете, вот в чем дело. Поэтому у меня такое отношение к этому высказыванию. Хотя я посыл понимаю, что он имел в виду. Мне интересно, друзья, ваше мнение. Может быть, кто-то слышал это высказывание. Может быть, вы сейчас услышали. Что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Новости в формате 24 на 7, плюс мой ролик на социальные и политические темы. Друзья, здесь на ютюбе есть канал. Он тоже называется Будда Гришна Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи, друзья. И очень важно, конечно, еще подписывайтесь на телеграм, потому что сегодня хочу выпустить как раз я такой разговор неформальный о политике и не всегда на ютюбе получается их выпускать, потому что все-таки здесь не все пропускают. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал Будда Гришна Новости. До встречи.